Как помыть посудомоечную машину и устранить накипь, ржавчину, жир и остатки пищи? Для поддержания функциональности прибора нужно соблюдать простые правила, тогда и чистить агрегат придется значительно реже. Минимум раз в два месяца рекомендуется просушивать резиновую прокладку, расположенную на дверце. Посудомойку запрещено перегружать, лучше помыть посуду в несколько заходов. Перед загрузкой необходимо тщательно удалять с поверхности изделий остатки пищи. Наполненность гнезд для соли и моющих средств нужно регулярно проверять. Категорически запрещается загружать деревянные, синтетические, медные и оловянные изделия, хрусталь с добавлением свинца, а также одноразовую посуду. Стандартная чистка прибора происходит следующим образом. Сначала нужно отключить питание и проверить, что в загрузочных лотках не осталось предметов. Проверяем отверстия, через которые в посудомоечную машину попадает вода. Если есть какие-то загрязнения, то достаем их пинцетом или зубочистками. Ни в коем случае не проталкиваем внутрь. Начинаем чистить дверцу. С особой тщательностью прорабатываем все стыки и соединения. Именно в этих местах чаще всего скапливается грязь, которая потом начинает гнить. Работаем мягкой губкой или тканью, смоченной в моющем составе. Если образования уже засохли, помогаем зубной щеткой. Все корзинки нужно почистить вручную. Если они снимаются, можно замочить их на несколько минут в моющем средстве, чтобы избавиться от жира. В последнюю очередь проводится обработка решетки и фильтра. Эти элементы обычно легко снимаются или откручиваются. Чтобы устранить накипь и ржавчину в домашних условиях, можно использовать специализированные средства или народные подходы. Самый простой способ запустить посудомоечную машину на один цикл без загрузки посуды, добавив при этом профессиональный состав для устранения накипи. Не менее эффективна чистка с уксусом и содой. После проведения стандартной обработки прибора, во время которой нужно обязательно почистить фильтр, ставим на дно камеры стакан уксуса и запускаем полный цикл. Затем убираем стакан и рассыпаем на дно соду. Закрываем машинку на ночь. Утром прогоняем агрегат еще через один полный цикл. Если эти методы не дают нужного результата, то это может указывать на серьезные проблемы в работе прибора, для решения которых следует обратиться к профессионалам.